Динамо Акбарс Да, я все равно думаю успели, потому что было 4 выходных у нас и все равно все успели соскучиться морально и физически, я думаю, да. И несколько было дней все равно, чтобы тренироваться, какие-то ошибки разобрать после Спартакиада. Так что да, я думаю, мы готовы. Это межсезонье для Динамо Акбарс обошлось без контрольных матчей. Оно и понятно, им на смену пришла Спартакиада со своим супер насыщенным графиком, где без ротации было просто не обойтись. В итоге 8 игр за 11 дней и очень позитивный результат. Серебро – первый всероссийский Спартакиада сильнейший. Всего лишь два поражения, причем оба от команды Москвы, представленной Динамо. Одно в группе, а одно в финале турнира. Тем не менее, результат для обновленной команды Решата Гелезудинова смело можно назвать положительным. Смотря с какой точки зрения, конечно, смотреть. Ну, в принципе, да, я думаю, что неплохо. Конечно, всем всегда хочется золота, особенно если ты выходишь в финал. Но будем работать, будем стараться. Ну, относительно неплохой результат, да. Во-первых, наверное, и усталость оказалась. Но, наверное, про усталость сложно говорить, потому что все команды были в таких же условиях, в равных. Ну, наверное, морально, может быть, как-то не подготовились испугались. Не то, чтобы испугались, но все равно у нас такой состав, который, ну, наверное, не было столько опыта, сколько у игроков Москвы. Поэтому, может быть, как-то это повлияло, я думаю. Ну, совокупность факторов, наверное, вот этих. Впереди первые официальные матчи именно для Динамо Акбарс. А предварительный этап Кубка России станет последней проверкой перед стартом регулярного чемпионата. Первый матч которого пройдет в Казани против Липецка уже 25 сентября. В принципе, мы продолжаем заниматься тем же, чем мы и занимались. На подготовках в Спартакеаде, там, комбинации какие-то, шестерки, зрения, блоки. В принципе, работаем так, как и работали. На прошлой неделе из стана команды пришли две приятные новости. Коллектив официально пополнили два легионера из Доминиканской республики. И если доигровщицу питанию Делла Круз вы прекрасно помните по сезону 19-20, то с диагональной сборной Гайло и Гонсалес еще только предстоит познакомиться. Но в команде девушек уже ждут с нетерпением. Ну, подождите, не только же болельщики ждут легионерок, мы же тоже очень ждем, очень ждем. Да, они, как я понимаю, все равно присоединятся после того, как отыграют чемпионат мира. Но он достаточно поздно заканчивается, поэтому, я думаю, раньше середины октября никто не дождется приезда легионерок. Что касается женского Кубка России, то в этом сезоне в его розыгрыше примут участие 23 команды, которые на предварительном этапе разделены на 4 группы. Главное, что команды, в составе которых есть три и более волейболисток, принимавших участие в сборе национальной команды России в начале сентября, автоматически получают путевку в полуфинал. И «Динамо Акбарс» в их числе. Во-первых, я очень рада, что у нас есть эта путевка, потому что, поскольку были полноценные 4 дня выходных, мне кажется, большое количество там, ну, я про себя говорю больше, но, такие, ну, выпали из информационного поля. И о том, что у нас поехало три игрока, я узнала там в первый день выхода на тренировку. И это достаточно, ну, так, мне кажется, все равно немного снимает груз ответственности, что у тебя в любом случае есть проход дальше. Но нам все равно мы ищем свои связи, взаимодействия. Я думаю, может быть, это позволит более авантюрно попробовать играть с заделом на будущее. Соперницами по предварительному этапу для «Динамо Акбарс» станут «Саратовский Протон», который неплохо проявил себя на Спартакеаде, заняв пятое место, и лишь в упорной борьбе уступил сборной Республике Татарстан. Команда Юрия Маричева в национальную команду также делегировала трех волейболисток, поэтому уже имеет путевку в полуфинальный этап. Нижегородская «Спарта» поменяла состав, но на месте остался главный тренер Слободан Родивоевич. И команда также сыграет в Суперлиге. А вот «Северянка» из Череповца в прошлом сезоне в шестой раз в истории выиграла высшую Лигу А, но подняться в Суперлигу не смогла из-за финансовых проблем. Тем не менее, это очень крепкий коллектив. Также не будем забывать про «Уфимочку» у НГТУ, которая в прошлом сезоне стала седьмой высшей лиги, но масштабно обновила состав межсезонья и вполне может стать темной лошадкой турнира. Значит, соперники у нас «Протон», «Спарта», «Уфимочка» и «Череповец». Я считаю, что когда ты знаешь, кто твои соперники, то уже полдела. А тут, я знаю, всех четырех. Я думаю, «Протон» будет показывать зубки, потому что им чуть не хватило в игре с нами в «Спартакеаде». То есть, я думаю, они тоже захотят какого-то реванша, хорошей игры. Все соперники сильные, конечно же. Ну, как сказать, к каждому сопернику нужно уважительно относиться и к каждому сопернику готовиться очень внимательно с глубоким разбором. Поэтому будем играть, будем стараться, показывать хорошую игру. Часто тоже команды «Вышки Апры», они играют немного по-другому. И для тебя это непривычно. Это не так, что ты встречаешься каждый год с этими же командами. Поэтому, я думаю, тоже бывает, может быть, сюрприз какой-нибудь с их стороны. А так, мы готовы побеждать, радовать болельщиков, радовать себя хорошей игрой и волейболом. Напомним, что «Динамо Акбарс» является семикратным обладателем Кубка России. Более того, три последних розыгрыша остались за командой Решата Гелезудинова. Поэтому у казанской команды лишь одна понятная всем цель – повторение успеха. Но, как мы знаем, удержаться на вершине сложнее, чем забраться на нее. Да все хочется. И суперкубок можно забрать, и медальки золотые давно у нас не было, вот тут вот не висело. Но, как получится, все равно очень сильно обновился состав, много молодых. Будем расти, развиваться и заберем все, что сможем. Предварительный этап Кубка России в Казани пройдет с 6 по 11 сентября. Девушки из «Динамо Акбарс» первую игру проведут 7 сентября против «Саратовского протона» в 18 часов 30 минут. В каждый из своих игровых дней казанская команда будет участвовать во втором матче. Первые три игры пройдут в 18.30, а заключительная – 11 сентября против «Уфимочки» в 15 часов. А самое главное, что двери центра волейбола открыты абсолютно для всех. Вход на все матчи предварительного этапа Кубка России будет совершенно свободным. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok